Что такое суфизм? По определению, суфизм — это путь достижения совершенства и истины через отдаление от мирских и материальных благ, очищение навса, души и видения аскетического образа жизни. Под это определение может подойти любой мусульманин, придерживающийся такого пути. Но на сегодняшний день по всему миру существуют разнообразные суфийские ордена. И под словом «суфи» мы прежде всего подразумеваем их. Но в обществе суфиями называли также некоторых из шиитских учёных Ирфана — арифов, хотя в методике и практике они отличались от вышесказанных суфиев. Их можно назвать арифами-суфиями. Цель у арифов и суфиев была одна, но методы разные. Суфи отличались от арифов тем, что отдалялись и самоизолировались от общества. Эти люди, по достижении, как они полагают, определенных уровней, даже отказывались от выполнения шариатских положений, считая себя освобожденными от них. Шиитские же учёные Ирфана, арифы, практиковали положение шариата, следуя школе пророка мир ему и его причистого семейства миром. Они строго придерживались особых методов, указанных ими. А суфии были свободны в выборе метода и прислушивались зову сердца. Таким образом, для шиитского арифа, которого в обществе также могли называть суфием, было недостаточно вести аскетический образ жизни. Он также строго следовал положениям шариата и не отдалялся от общественной жизни, не изолировался и старался всеми силами просвещать людей, приглашая их на путь Ахлибейт. В наше время некоторые люди в силу своего непонимания или невежества пытаются провести знак равенства между Ирфаном и суфизмом, между арифами и суфиями. Несмотря на взаимопроникающие понятия, на практике, как мы видим, это не одно и то же. Эти люди опираются на хадисы из книг, которые не дошли до нас в целостности, и мы не можем проверить цепочку передатчиков хадисов. Они приводят хадисы из таких книг, как «Хадигат Аш-Шия», «Мугаддаса Ардабили» и «Тофхид Муфаззала», на которые ссылаются авторы, передающие эти хадисы. Но даже так, опираясь на них, нельзя всех суфьев и арифов подводить под ниже следующее описание. Имам Аскари, мир ему, сказал Абу-Хашиму Аль-Джафари. О, Абу-Хашим! Наступят времена, когда лица людей будут счастливыми, а сердца темными. Их ученые будут худшими творениями Аллаха, поскольку будут склоняться к философии и суфизму. Клянусь Аллахом, они будут из людей искажения и будут преувеличивать в любви к нашим противникам. Они будут сбивать с пути, заблуждать наших шиитов и друзей и будут поклоняться Аллаху на показ. В этом хадисе ясно видно, что речь идет именно о той философии и тех философах и суфьях, которые проявляли любовь к врагам Аллаха и вводили людей в заблуждение. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал «Не наступит в судный день, пока не выйдет из моей уммы группа людей, называющих себя суфьями. Поистине они не относятся ко мне, и они – иудеи моей уммы». Они будут повышать свои голоса, совершая зикар. И полагать, что находятся на пути благочестивых, хотя они будут более заблудчими, чем неверные, и будут обитателями огня. Их крики будут подобны крику осла. Они будут говорить речами праведных, а совершать поступки нечестивцев. Ничего не принесут им их деяния, кроме усталости. Обратите внимание, о каких суфьях идет речь. Их крики будут подобны крику осла. Они будут говорить речами праведных, а совершать поступки нечестивцев. Ничего не принесут им их деяния, кроме усталости. Хусейн ибн Абу-Хаттаб сказал, «Я находился с имамом Хадди, мир ему, в мечети пророка, да благословит его Аллах и его семейство, когда к нему подошла группа его сподвижников, среди которых был Абу-Хашим Джафари. В это время в мечеть вошла группа суфьев. Они сели сбоку от него и стали произносить «Нет Бога, кроме Аллаха». Имам, мир ему, сказал сподвижникам, «Не обращайте внимания на этих лыжицов, ибо они наместники шайтанов и разрушители основ религии. Они воспаляют Аллаха лишь для того, чтобы обмануть людей, а их зикры являются пением. За ними следуют лишь неразумные, а их убеждения разделяют лишь клубцы. Пение». ПЕСНЯ Ни один из шиитских ученых Арифов не делал того, о чем говорили имамы миром в приведенных высших хадисах. Шиитские Арифы не только не практиковали методику суфьев, но и выступали против них в своих книгах. Такие великие шиитские ученые Ирфана, Арифы, как Мулла Садра, Мулла Мухсин Фейс Кашани, Гази Абу Саид Гумми, Шейх Бахаи, Мир Финдерский, Мир Дамат, Мирза Хусейн Гулу Хамадани, Мирза Джавад Малеки Табрези, Мирза Мухаммад Шахабади, в своих книгах никогда не поддерживали таких действий суфьев, как ношение шерстяной одежды, отдаление от семьи и общества и полное погружение в молитвы в кельях. Они не описывали этого. Шиитские Арифы не состояли в каких-либо тарикатах. Шиитской критике подвергалась конгрегационная организация суфизма, ханака, общежития, монашеские одежды, роль шейха, пытающегося заместить имама, особенно скрытого имама, невидимого внутреннего ведущего. Они не описывали этого, так как можно проводить знак равенства между Арифами, Арифами-суфиями, которые прожили жизнь следуя шариатским положениям, Корану и Сунни и теми суфиями, о которых повествовалось в хадисах. Для полной ясности приведем примеры суфьев-Арифов, дабы отличить их от суфьев, которые повествовались в хадисах от имамов миром. На начальном этапе формирования суфизма вместо слова «тасаввуф» обычно использовались слова «зухт» — аскетизм, воздержание, отречение от мира и «захид» — аскет, либо близкое к нему обид, богомолец, подвижник. Все эти качества суфий должен был воплотить в себе. Начиная со II века хиджи, последователи суфизма стали называть суфиями. Одним из первых, кого называли суфием, был сподвижник имама Джафара Садика, мир ему, великий ученый и Ариф, Абу Абдаллах Джабир Ибн Хайян адазди ас-суфи. Европа знает его под именем Гебер. Ибн Надим в книге «Альфа Хрест» упоминает о Джабире Хайяне как авторе более 150 книг. В большинстве своих книг он использовал рациональный метод исследования. Он провел большие исследования в алхимии, в настоящее время его называют отцом химии и алхимии. Ибн Надим пишет, что он был учеником имама Садика, мир ему. Ибн Хилкан также упоминает Джабира Ибн Хайяна и пишет, «Он был алхимиком и занимался химией. Он ученик имама Садика, мир ему». Другие историки также приводят, что Джабир был учеником имама Садика, мир ему. Наука алхимии до Джабира не имела вообще места в мире и в исламском обществе в частности. Вдруг неожиданно появляется Джабир, ученик имама Садика, мир ему. И пишет все эти произведения, имеющие огромное научное значение. Современные западные востоковеды очень много вели дискуссии об этой необычной личности. Такого удивительного человека воспитал имам Садик алейхиссалам, а таких учеников, как Джабир, не было ни у кого. Покойный аяталла аль-узма Саид Хойя в биографии Джабира Ибн Хайяна пишет, «Джабир Ибн Хайян — суфий из Турса, кунья Абмуса. Он один из древних и знаменитых наших ученых, знал необычные науки, автор многих произведений, брал знания знания у имама Садика алейхиссалам». Как видим, близкий сподвижник имама Джафара Садика, мир ему, считающийся отцом химии, был известен как суфий. И как теперь отнести те хадисы, которые мы привели выше, к такой личности? Интересно, знал ли Джабир Ибн Хайян, что является заблудшим, будучи учеником имама Джафара алейхиссалам и известным как суфий? Ответ ясен. Есть огромная разница между порицаемым имамом мир ему, суфиями и им. Суфизм этих людей разный. Можно ли проклинать и выводить из ислама таких ученых-арифов, как Алля-Магази, Алля-Ма-Саид-Мухаммад-Таба-Таба-Табаи и шейха Бекчата, опираясь на такие хадисы, которые относятся к совершенно другой группе, извратившей религию Аллаха? Не является ли это невежеством? Приведем еще один пример из уст Айатуллы Аль-Узма Саида Камаля Хайдари. Прежде чем я расскажу о том, что упоминается со стороны Саида Хайдара Амули, мне бы хотелось познакомить уважаемых зрителей с биографией этой личности, потому что позже мы можем установить связь с мыслями выдающегося Саида Хайдара Амули. На странице 271 6-го тома издания Дар Ат-Таруф Аянуш-Шия имама Саид Мухсин Амина под редакцией Хасана Амина в Бейруте есть упоминания о этой личности. Итак, читаю. Он Саид Хайдар Ибн Али Ибн Хайдар Ибн Али Он Али Он Хусейни Он Амули из Мазандарана Суфи известные под именем Амули Кто такой Аль-Амули? Честно говоря, не хватает времени подробно обсудить эту личность Однако я просто укажу на упоминание некоторых ученых об этом имаме Автор книги Ариад говорит о Саиде Хайдар Аль-Амули следующее Он нравственный знающий почтенный уважаемый факих правовед толкователь Корана и Мухадзе и Мухадзе и Мухадзе Обратите особое внимание если выразить идею одной фразы то это тот тип ученого к которому я призываю это всесторонне компетентный Маджа и имамитские шиитские ученые отвечают этим нормам посмотрите нравственный знающий почтенный толкователь правовед факих и знаток хадзе который был одним из мудрых ученых имамитов и выдающимся суфийским ученым который принадлежал к имамитской школе таким образом он являлся суфием и одновременно одним из мудрых ученых имамитов будет достаточно сослаться на мнение Аллама Хилли о этой личности Аллама Хилли Аллама Века и что может помочь вам представить себе кто такой Аллама Хилли уважаемые мои на странице 272 Саид Муксин Амин говорит мы нашли в ранее упомянутых работах Аллама Хилли трактат известный как гражданские вопросы и ответы на них и на его обратной стороне и Джаза разрешение для Саиды Хайдара Амули написанное почерком Фахра Аддина сына Аллама Хилли на обратной стороне этого трактата есть разрешение для Саида Хайдара Амули этого суфия одного из мудрейших ученых имамитов что содержится в этом трактате посмотрите что пишут и Аллама даритель ему и Джаза разрешение и его сын Фахраддин он же Фахрад Аль-Мухаггигин с именем Аллаха милостивого и милосердного эти вопросы и ответы на них являются подлинными моего отца спрашивали о них он ответил на все что упоминается тут и я говорит Фахраддин прочитал их отцу для подлинности и повествовал их от него и дал разрешение поэтому я сказал что это и Джаза разрешение либо связано с Аллама либо с его сыном но я не хочу заострять внимание на этом в любом случае здесь нет разницы далее он говорит и я дал разрешение нашему учителю Саиду имаму ученому деятелю благоговейному почтенному самому уважаемому из ученых ученому из ученых человеку который объединил знания с поступком честь семьи пророка да благословит его Аллах и его семейство и гордость сыновей Аль-Батуль Саида Фатима Саид при чистой семье опора религии и истины Саид Хайдар сын Саид Саида Передайте это Иджаза от меня и моего отца действуйте и издавайте вердикты по нему написано Мухаммедом Ибн Хасаном Ибн Юсуфом сыном Али Хилли 761 год по хиджри Статус этого человека ясен действительно ясен я упомянул это ради причины которую разъясню позже незадолго до этого упоминания он рассказывает что Иссаид Хайдар был одним из студентов Фахраддина сына Аллямы и Фахраддин говорит следующее я прошу Аллаха даровать мне его заступничество в судный день заступничество кого? заступничество Саид Хайдара Амули Фахраддин продолжает и говорит пусть Аллах продлит его жизнь и дарует нам благословение посредством его Аль-Амули и его очищенных предков да и теперь возникают вопросы да возникают и пусть зрители узнают что и Фахраддин и Алляма они оба из мудрых имамидских ученых и Саид Хайдар Амули из мудрых имамидских Урафа гностик что значит имам Урафа это те которые верят в Ахтад Аль-Вуджуд единство всего существующего но смысл Ахтад Аль-Вуджуд надо правильно понимать в плане отличия и разделения между творцом и его созданием не так как это истолковывается со стороны обывателей и невежественных людей и тех у кого интеллектуальное извращение такие люди конечно же не понимают эти истины этот имам из шиита суфийских имамов тогда как Фахраддин имам из имамов правоведов факихов и посмотрите на прекрасные отношения между ними и это та суть к которой я стремлюсь обратите особое внимание на эти прекрасные отношения если вы спросите Фахраль Мухаггигина он скажет вам что он не согласен с концепцией Вахтат Аль-Вуджуд это его право но разве вы не видите их теплые отношения отношения которые построены с почтением с уважением и принятием друг друга и это то к чему я призываю в проекте это то чего я отстаиваю если мы не согласны с кем-то мы должны уважать его веру и принимать его таким какой он есть и так же мы ожидаем уважения наших взглядов как и другие ожидают чтобы мы уважали их взгляды и так же а и так же Субтитры создавал DimaTorzok